Но начинаем мы наш выпуск с тем, о которой мы часто говорили в наших эфирах прошлых, говорили и показывали, и будем показывать. Потому что это наш долг публициста – бить тревогу, когда мы видим, как равнодушим и безразличием убивает наше культурное наследие. В данном случае речь идет об одном из красивейших памятников культуры – жемчужина архитектурной дореволюционной России – дача Фаберже. Точный адрес – Осиновая роща, песочный шоссе, дом 14. Официально дача Фаберже признана объектом культурного наследия федерального значения. То есть она числится в реестре особо охраняемых объектов. Итак, мы уже делали сюжет о том, как эту уникальную дачу медленно убивают время, сырость, грибок и равнодушие чиновников из Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Это агентство, кстати, принадлежит Министерству культуры. В этом-то весь парадокс и заключается. Агентство, которое обязано защищать и сохранять этот памятник, ничего, ровным счетом ничего не делает для этого. А ведь на эти цели выделяется серьезное финансирование из федерального бюджета. Куда эти деньги уходят, если дача продолжает оставаться в таком состоянии? Вот вы сейчас видите кадры из нашего прошлого репортажа. Всю степень катастрофы можно понять по этим съемкам. На наш запрос по поводу того, кто следит за дачей Фаберже в Федеральном агентстве, нам ответили следующее. Давайте послушаем. Для обеспечения сохранения объекта было принято решение передать в аренду ООО НК нежилые здания литеры А, Б, являющиеся объектами культурного наследия. В связи с неисполнением арендатором обязательств по договору, ему направлено уведомление о расторжении договора аренды. После передачи объекта от арендатора обратно агентству будет реализован план мероприятий по сохранению объекта с учетом требований, установленных органом охраны. То есть во всем виновата эта ООО НК, которую передали в дачу Фаберже в аренду. Ну а теперь давайте посмотрим, а что это за ООО НК, которому доверили сохранность этого уникального памятника. Вот сведения из официальных и публично доступных источников. Компания работает в России, известная тем, что реконструировала здание Государственной Думы, правительства России и Петровского пассажа в Москве. То есть серьезные люди там работают, связанные в том числе и с правительственными кругами. Если такие заказы берут, ну тогда тем более непонятно, почему такой серьезной компании нет дела до дачи Фаберже. Они же целую Государственную Думу и здание правительства Российской Федерации отремонтировали. Что уж при таких масштабах говорить про не очень большую дачу Васиновой Рощи? Почему не сделали? Почему не уследили? Потому что либо им абсолютно безразлична судьба этого культурного объекта, не наша, поэтому пусть хоть и огнем горит, либо нет какого-то коммерческого интереса. Ведь компания же коммерческая, а значит они работают только исходя из коммерческой выгоды. Это вполне законно. А здесь коммерческой выгоды не увидели и бросили эту уникальную дачу Васиного Рощи на уничтожение и разорение. Вот и ответ на вопрос, кто и как убивает наше культурное наследие. Но на днях пришла обнадеживающая новость. Дело в том, что наш петербургский КГОП отправил иск в арбитражный суд города Москвы с требованием привести эту дачу в соответствующее памятнику федерального значения состояние. И, внимание, суд поддержал наш петербургский КГОП. Он вынес решение, которое обязывает собственника провести комплекс противоаварийных, а затем и реставрационных работ. В течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу на объекте культурного наследия федерального значения дачи Фаберже выполнить комплекс противоаварийных работ. В течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения дачи Фаберже в составе жилой дом, конюшня, корпус служебный, ледник, фонтан, парк с прудом. В том числе лечение деревьев с установкой информационных надписей и обозначений. Ура! Это пусть и маленькая, но победа. Вот это решение арбитражного суда.